Приветствую себя на канале. Сегодня продолжение темы Белоруссии. Итак, в Белоруссии мирные протесты не утихают и становятся еще сильнее. Батька загнан в угол и теперь это крах его системы. Это крах всего, чего он добивался и строил в течение 26 лет. Но что хотел бы подчеркнуть, два момента. Как вы все знаете, то что во время встречи с Мишустиным, как вы наверняка уже знаете, если не знаете, то Лукашенко заявил о том, что они перехватили секретные переговоры между странами. И кто бы вы думали, поляки и немцы переговариваются о крепком орешке. Крепкий орешек. Хорошая задача. Вот этот момент. Мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть с Навальным. Разговор. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента. Я вам дам почитать его. Мы подготовим, направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Ну, зашквар и маразм, которому сейчас подается Лукашенко, не описуем. Не будем его размазывать здесь по столу. Нету никакого смысла. Я хочу только подчеркнуть то, что еще сегодня произошло днем похищения Мариной Колесниковой. прямо посреди бела дня. Ее запихали в фургон связи и увезли в неизвестном направлении. Продолжение того бесчинства, которое творится на улице, нельзя описать. Из этого всего хаоса, который есть в интернете и вот этих всех видео, меня больше всего поразил вот этот ролик. Я его поставлю весь. И после этого Александр Невзоров, его комментарии по поводу Лукашенко и что будет дальше с батькой. По-моему, это ясно и понятно. И здесь уже судьба его предрешена. Насколько быстро? Скорее всего, до конца года все разрешится. А может и быстрее. Будем смотреть и наблюдать. Всем добра. Peace. Честь имею. Жишка, можете сказать, что случилось? Парень шел просто за обувью в аппике. Его повалили на землю и стали просто жестко избивать пупинками. Потом один мужчина сказал лежать, и они пошли дальше, а следующие за ним подходили. Я его просто накрыла, получается, и там ребята более какие-то отзывчивые оказались. Мне сказали уводить его на горку. Он лежал просто подо мной и тресся. То есть человек ничего не делал, ничего не было, ни флага там. Он просто шел. Его избили. И усатый Лукашенко, он уже сам заговорил о в общем отечестве, от Бреста до Курил. И он залез под Путина вот в настоящую минуту уже настолько плотно, что, вероятно, уже никогда не вылезет. И Белоруссия сейчас вполне может стать тем Крымом-2, потому что и Путина можно понять, не воспользоваться присмыкательством Лукашенко и его всеготовностью. Очень трудно удержаться от этого. И вот, вероятно, Лукашенко будет той страшной пусковой кнопкой, той законной властью, которую может призвать на территорию Беларуси уже далеко не только ОМОН. Он опущенный президент. Это очень гадкое и жалкое зрелище. Ведь, вспомни, единственное, что ему удалось за эти годы, ему удавалось отстаивать независимость своей Белоруссии и оборонять ее от имперских пароксизмов России. И вот он в одночасье мгновенно все, что он сделал, он сдал, он ухнул псу под хвост. Сейчас Лукашенко так бешено трется об ноги Путина, оставляя у него на ботинках и брюках клочья своей шерсти с груди и со спины. И что вот этим раболепством даже Путин шокирован, как и готовность у Лукашенко все сдать, все предать, все отдать. И вот мы видим такую удивительную корпоративную сцепку между диктаторами. Например, там Кадыров, да, ведь он тоже не смог остаться в стороне. И как диктатор диктатору он послал Лукашенко целый чемодан политической Виагры Лукашенко поприсмыкался и перед Кадыровым. И тут же он объявил о прекращении протестов. Надо сказать, что он при этом свернул свои, почти свернул свои бутафорские постановочные митинги. Он понял, во-первых, что в них более нет никакой необходимости. Потом они очень дорого обходились. Ну и потом, в общем, за этими митингами сложно, за этим позорищем было наблюдать даже ему самому. Потому что угрюмая, Оленька, давай я доведу мысль до конца. Потому что вот угрюмая белорусская самодеятельность, она давным-давно пережила период расцвета. И сейчас она выглядит крайне уныло. Понятно, что ее тоже ждет крах. Она была когда-то взросшена в недрах далеких ДК. И она знает только две стилистики. Партизанскую и первомайскую. И ни та, ни другая стилистика не годилась для того, чтобы дать миру понятие о величии Лукашенко. Хотя, в общем, дерзкие попытки были. И когда диктатор становится откровенно смешон, вот это вот для диктатора самая главная проблема. Значит, для него все кончено. Вот когда он стал смешон, значит, его пульс начал обратный отсчет. Это очень важный момент. И для диктатора лучшая репутация кровавого маньяка, чем клоуна. У Лукашенко была и та репутация, и другая. Но сейчас клоун стал перевешивать. Но вот он так смешно выглядит, честно говоря, не только потому, что он не очень умен, не только потому, что долгий путь из колхозника в абсолютного монарха вытравил из него всю адекватность, но потому, что его не готовили к этому. Ни один из них, из наших упомянутых нами диктаторов, не готов к тому, что он может попасть в какую-то предельно некомфортную для себя ситуацию. Этому надо учить. Скажем так, нужно к этому готовить. Можно как угодно относиться к Путину, но он, безусловно, гораздо умнее, чем 10 Лукашенко, но в такой же ситуации, когда будет травить и отрицать вся страна, когда будет издеваться студенчество, когда будет насмехаться пресса, когда будет травить интеллигенция, я думаю, что и Путин будет выглядеть примерно так же печально и так же жалко, как сейчас выглядит Лукашенко, потому что, вот, скажем так, это наука, наука поведения, но никто из них не желает ее овладевать. Представь себе какой-нибудь чемпион по плаванию, со всеми понтами, прищепками в носу, резиновые шапочки, красивые маховые движения, вот до тех пор, пока он в стерилизованной, озонированной воде бассейна, голубой, да, конечно, все вот эти пловецкие штучки проходят на уран. если он окажется в болотце, средне-густом, торфяном, да, то вот эти все навыки вольного плавания будут совершенно ни к чему, если хоть в какую-то реальность он будет засунут после всего того, своего комфортного, спортивного существования. Точно так же с этими диктаторами требуется другая мимика, другая пластика. Я объясняю просто почему у нас почему у нас Лукашенко выглядит таким идиотом, да. Мне просто показалось, что ваша вот эта концепция диктатора, авторитарного правителя, который не готов к тому, чтобы его потоптали, чтобы рейтинг его упал до нуля, она говорит только об одном. Тренироваться не надо, надо просто вовремя уходить. Это, кстати, и оперная звезда будет смешна, когда у нее уже связки не работают, если она будет продолжать давать концерты. Мне кажется, вопрос только в том, чтобы вовремя покинуть сцену. Безо всякой тренировки можно? Ну, это вообще нереально, но мы знаем несколько случаев, когда диктаторам удавалось продлевать свое существование именно за счет того, что они вели себя безукоризненно, но это были люди с другим опытом, потому что в зависимости от того, насколько остр, насколько адекватен будет человек в сложной ситуации, уважение к нему или былое почтение, или даже былое почитание может снова вернуться. И это тоже не исключено. Вот я говорю, просто представьте себе Путина, как объект травли всей страной. Он будет действительно выглядеть примерно как Лукашенко. Представьте себе этот груз, особенно для человека, который уже 25 лет купается только в чистой дистиллированной лесте и исключительно в ней и ни в чем больше. А он ведь Путин, он ведь главный в компании деспотов. У Путина нет Путина, которому можно броситься в ножки. Он верхняя фигура. Верхняя фигура иерархии диктаторов. Его никто не утешит, никто не приголубит, никто не накормит его баночкой ОМОНа, как он сам поступил с Лукашенко, и никто его заплаканный нос тоже не утрет. Но вот готовиться к таким минутам, в общем, неизбежным для всякого правителя, им всем мешает и гордость, и та обстановка атомной лести, в которой они живут, когда их связь с реальностью полностью разрушается, потому что кокон образуется уже такой толщины, что не проходит никакая информация извне, а это гарантирует набор жесточайших ошибок, что, кстати говоря, может произойти с Белоруссией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok